И всем здарова, друзья! С вами Фастик, приветствую вас на своём канале, да. Сегодня мы находимся в такой вот новой игре, которая ещё не была у меня на канале. Это Farming Simulator 17. Сейчас есть и 19, и 22, но мне лучше по душе старый добрый 17-й Farming Simulator. Находимся мы на карте Бухалова, да. Вот, я собрал уже... Ну, тут работник со мной поедет, наёмный. Очень громко тут. Так. Ну, а мы сами сейчас поедем культивировать поле. Недалеко, которое отсюда находится. Уже почти 8 утра. Только... Чё-то мы сегодня поздно едем. Обычно... Обычно мы выезжаем где-то в 6 утра на работу. Вот, вот, в прошлом году выезжали даже убирать с утра, даже когда роса была. О, вот он, едет он. Дальше. С прошлого... Получается, с прошлого ушло у нас где-то около 20 тысяч тонн зерна. Вот, включаем фары. И мы это зерно продали, конечно же. И... Продали. Получили деньги. Продали это зерно, получили деньги. С этого... Получили 20 миллионов. Ну, сейчас уже деньги на расходы, на обслуживание технику ушло. У нас пока только один комбайн, но возможно мы на эти деньги, когда вот сначала закопаем семена, вот, а потом уже, так, посмотрим сейчас как он работать будет, так, куда поехал. Так, все, ставим работника, пусть работает, если он сюда вернется, потом его перенастроим. Я на своем же тракторе, это лично мой трактор, который покупал все за лишние мои деньги, вот, начну вот оттуда. Поле это очень большое, поэтому работы достаточно. Так, круиз установим на 9 км в час, дальше. Опускаем, разворачиваем. Итак, включаем круиз. И спокойно едем. Так. Ну-ка. Че ему тут не нравится, какой ему объект мешает. Какой ему объект. Ничего себе. Забуксовал даже. Ох ты. Че так грязно, что ли, на улице? Ладно. Ладно. Что теперь нам делать? Только вытаскивать его надо будет как-то. Ну это ладно, потом сделаем. Сейчас мы с вами прокультивируем хотя бы немножко, сколько успеем, часов до 9 получается с работы. Потом будем как-нибудь думать, как его вытаскивать оттуда, из этой западни. А то это поле, походу, очень грязное. Ну, как автология, в полях так грязь. Вот. Но он там конкретно забуксовал. Надо будет потом купить специальную жесткую сцепку, приехать. Ну, уже на более мощном тракторе. Потому что я думаю, вряд ли. Моя вот Т-150. Он еще слабее, чем тот Т-150. То есть, у меня он более старенький, давно купленный. А вот тот, вот недавно купили. Тот застрял. Этот вряд ли его сможет вытащить. Вот. Идем мы на оборот. Это где-то 1890, где-то так. Спокойно едем. Так, чуть-чуть обороты повышаем. Одиннадцать километров в час сделаем круиз. Или даже двенадцать. Чтобы было быстро. Чтобы быстро хотя бы вот эту часть прошли. Ну, сейчас у нас ранняя весна. Скоро вот дожди. Как вам по прогнозу передают. Скоро будут дожди. Пока светит солнце. На снег уже сошел. Так, мы уже почти до конца поля доехали. Мы только, мы наверное все поле засеивать не будем. Так как, тут оно, вот че, очень большое. Мы в прошлом году его просто засеяли так полностью. Вот и много получили. А так, наверное все его не стоит. Все, я поставил работника. Пусть работник делает. Надеюсь, он тут не забуксует. На моем тракторе. Вот. Деньги у меня сразу начали сочетываться. Сейчас посмотрим, куда он поедет. А, то есть, вот туда он пойдет. Ладно, там будет делать. Кстати, вот у нас комбайн есть. Вектор. Так, какая 410 модель у него. Сейчас я тогда ему открою. Разверну этот шнек. И открою трубу. Так, сейчас вернется. Ёма. Как он так много разворачивается. А. Они тоже, ну. Ух ты. Походу двигатель ему пора чистить. Ээээ. У него вон. Какой дым идет. Трубок. Так, как выставить трубу у нас. Все. Ух ты. перегрелся что ли он. Не понимаю. Опа. До сих пор идет. Из движка. Ладно, потом посмотрим, что это такое. Вот у нас есть старый зелок. И. Вот. Ирмень. Зово. Ирмень. Старенький вообще зелочек. Надо его тоже сейчас проверить. Что. Так. Что это. Тут ремни имеются. Можно борта сделать. Пока борта снимем. Ага. Поднимем кузов. Пусть тоже. Потом пушку возьмем. И помоют. Пушку принесем по моему полностью кузов. Так. Ну по этому прицепу это новый. В этом году его купили. Деньги потратились. Да. Стоил вроде в районе полмиллиона. Такой большой трехосевой прицеп. Это чтобы очень хорошо и очень быстро собирать урожай. Ну и вот старенький трактор на котором мы собирали раньше. Урожай. Очень долго. Беларусь. Вот. Из-за прицепа. Из-за этого маленького. Вот. Застопорим сейчас прицеп. Надо убрать чтоб солнце. Когда у нас было. было. Вернее дождь. Чтоб не намок. Вместе с трактором. Оцепляем. Ух ты. С двигателем уже неполадок у него. Походу. Вот как дымит. Ну я вот тут вот с краешку припаркуюсь. Чтобы много места не занимать. И так. У нас случились первые проблемы. Вот кстати с этим у нас проблем нет. Нормально пашет. А вот с этим что делать? Сел конкретно. Может если колеса отпущу. Ну. Давай. Да. Нормально. Так. Апизод. Он тут застрял. Капец. Конечно. О. Выехал. Или снова застрял. О. Выхал. Носит, конечно, капец его тут. Вот как вот тут перекопать, если тут очень такая вот земля, что техника аж буксует. Надо, наверное, будет сюда вызвать с соседнего села трактор какой-нибудь. А этот пока отправится у нас. Так, культиватор-то взять надо. О, вот этот сейчас боком набернул он. Не надо мне снова застревать. Как я отбуксирую тогда? Опа-опа, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Плохо то, что застревает. Ладно, сейчас поедем. До базы, вернее. Пока наш там работник работает. Может быть, в скором времени новую технику закажем. Ну, не знаю. Как там у нас всё пойдёт? Может, нам нельзя тратить этот бюджет? Потом, может, на семена он пойдёт. На семена тоже миллионов десять надо. У нас все старые сдали, продали сейлки и плуги. Теперь только культивируем. Вот. Поэтому... Надо будет закупить новые сейлки. Всё. Ну, что-то. Первый этот до сих пор у него дымит. Блин, не туда сел. Всё. Теперь не дымит. Надо будет его обслужить. Его-то ещё не обслужили. Вроде вектор новый, помытый. Ну, вернее, сколько он у нас уже? Четыре года. У нас именно. А вот сколько он где ещё был? Не знаю. Так-то красивый, нормальный вектор. Думаю, тут начальство купить ещё один комбайн. Но если сейчас вот мы зайдём в магазин, получается... комбайны... Комбайны... Акрас вот взять. Какой-нибудь, либо такой, либо Торум взять. Это... Тест. Тут всё такое. Надо будет взять нам селку новую. Где у нас тут селки? Какую-нибудь вот такую, типа. Но не вот такие слишком дорогие у нас. Наверное, всё-таки. Вот такое у неё. 6 метров. Вот. Да и не такая уж и... Ну, короче, по параметрам нормально. На 58 тысяч купить можно. Насчёт плугов... Чё могу сказать? Вот у нас только вариант. Ну, это так. И ещё я хотел посмотреть трактора мощные. Вот есть трактора. Кстати. Может быть, приобретём... Вот сейчас вот такой вот трактор. С улучшенным двигателем. Вот. И, может быть, там... Маленькие поля отправим его вскопать. А так-то тут есть вот какие мощные тракторы с гусеницами. Но это всё дорого. Самый дешёвый. Ну... Нам надо примерно... Чтоб было... 300 где-то лошадей. Ну вот, 350 уже идут вот эти вот. Но это очень дорого. Пока что их брать не стоит. Ладно. На этом буду серию заканчивать. Сейчас проверю, как он тут культивирует. Культивирует нормально. Дальше. Ладно, буду заканчивать серию. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. В общем, вот такой вот ролик спонтанный получился. Не спонтанный. Но я хотел давно заснять что-то с ФС-17. Фарминг симулятор 17. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok